Всем привет! После небольшой паузы продолжаю показывать жемчужины шахмат. В этой партии белыми играл Керес, черными Уинтер, партия Ригана в Варшаве в 1935 году. Так, Керес пошел Е4, С5, Конь Ф3 и Конь Ф6 последовало. Вот такой ход. Этот вариант Сицилянки похож чем-то на защиту Алёхина. Этот вариант вроде был введен в партику Немцовича. Фишка в том, что черные провоцируют движение центральных пешек белых, как и в защите Алёхина. Е5, Конь Д5 последовало. Керес тут не стал двигать пешки, сыграл Конь Ф3 и черные ответили Е6. Если черные хотят упростить позицию, они могут, конечно, сыграть Конь Бьет С3. ДЦ, Д5, надо бить. Вот, позиция упростилась, но у белых позиционный перевес за счет слабой пешки Д6. Я ее выделил вот зеленым цветом. Но черные не стали упрощать позицию и сыграли Е6. По-боевому более. Так, Конь Бьет Д5, ЕД, Д4, Д6. В духе защиты Алёхина все. И тут Пауль Керес применил новый план для этой позиции. До этого тут, ну, до этой партии, играли слом Б5 шаг. Меняли слонов, потом рубили на Д6, на С5 и играли на слабую пешку Д5, которая становится изолированной в этом варианте. Но новый план от Кереса он сыграл слон Ж5. Напали на Ферзя, шаг, С3, черные взяли. Пешка и Братнезья связаны, конем тоже вводит еще такое. Но задумка в том, что Керес пошел слон Д3. Вот в чем идея. Белый не считается с материальными потерями. С тем, что черные лопают пешки, они просто развивают фигуру. И черные приняли вызов, они побили дальше. ДС. Осторожнее, конечно, тут было сыграть конь С6 просто. Не ввязываться во все это. Но черные побили. Два нуля. Восклицательный знак. И СБ. Сыграли черные и все едят, что дают. В данный момент у черных три лишние пешки. Рискованная затея, вот так лопать. Опять вот тут стоило сыграть конь С6, развиваться. И на ладья Е1 сыграть плотно слон Е6. Перекрыть так линию Е. А они гонятся за пешками. Но черные взяли. Довольно-таки спорное решение. Ладья Б1. Ну или ладью из-под боя. И еще одна, уже настоящая ошибка. Черные побили ДЕ. Ошибки очень часто не бывают одиночными. Чаще всего одна влечет за собой другую. Предыдущий вот ход черных еще можно спаривать, когда они взяли вот тут. Это спорное решение, но еще не ошибка. А вот взятие ДЕ это уже явная ошибка, потому что черные очень сильно отстают в развитии. Опять-таки стоило сыграть конь С6, развиваться. Ладья Е1, слон Е6. Ну то же самое, вот так плотно поставить слона на линию Е, перекрыть ее. Но так не было сыграно. Побили ДЕ. Конь бьет Е5. И черные сыграли слон Д6. Вроде развились, напали на коня. Но это ошибка. Следовало играть. Опять-таки слон Е6. Уже какой раз. Ладья Е1. Слон Б4. Конь бьет Ф7. Слон бьет Е1. Конь бьет Х8. С мощной инициативой за две пешки у белых. Пешка Б2 висит. Король в центре. Все это неприятно. И видимо тут тоже позиция разваливается моментально. У черных. Ну а слон Д6 это еще хуже. То, что сделали черные. Там же последовало. Можете нажать на паузу, подумать. Но по-моему это очевидно. Белые сыграли конь бьет Ф7. Что делать? Надо брать. Иначе просто бесплатно черные будут страдать за все это дело. Ну как, не бесплатно. Пешки-то они съели, но... Ну да ладно. Ферзь Х5 шаг. И тут развилка. Давайте посмотрим, что будет. Например, если черные тут сыграют король Е6. Это сразу решает. Слон Ф5 шаг. Что делать? Взяли. Слон Д2 и черные остаются без ферзя. Так делать не надо. Значит король Е6 играть не стоит. Если черные тут пойдут король Ж8. То последует ферзь Е8 шаг. Слон Ф8. Слон Е7 грозит мат на Ф8. Конь Д7 защитили. Но последний ход в ренте. Слон Ф5. Слон просто хочет взять коня, который защищает слона Ф8. И тут тоже позиция печальная у черных. Значит это тоже не прокатывает. Дальше. На этот шаг еще можно сыграть, конечно, король Ф8 попробовать. Значит следует. Ладья Е1. Грозит мат на Е8. Слон Д7. Вроде логично. Ферзь Ф3 шаг. Король Ж8. И слон Е7. Опять таки последний ход в ренте. И у черных большие проблемы. Можно видимо уже сдаваться по шагу. Либо на Ф7. Либо на Ф8. Белые залезают с решающим эффектом. Тут черные просто получают мат. Либо теряют кучу материала каким-то образом. Потому черные вот тут. Подумали-подумали. И решили сыграть в Ж6. Отдать часть того, что они награбили. Ну в смысле слон Ж6. А Ж. И Ферзь бьет Аш8. Вот. Часть материала вернули. Но позиция все равно печальная. Че делать? Слон Ф5. Попытка развиться. И напали на ладью Б1. Но. Ладья Е1. Можете тут за белых уже поискать мат. Если бы тут был бы ход белых. Они тут уже форсированно дают мат в нескольких ходов. Черные это увидели. И сыграли слон Е4. Перекрыли линию Е. И опять-таки вот. Нажмите на паузу. Подумайте. Как тут сыграл Керес. Опять-таки по-моему очевидно. На самом деле. Единственная фигура, которая как-то прикрывает короля. Это слон Е4. Вывод простой. От него надо избавиться. Ладья бьет Е4. Белый устраняет последнюю фигуру. Которая защищает короля противника. ДЕ. Шах. И. Черные решили не продлевать огонь. И сдались вот в этой позиции уже. Почему сдались? Ну давайте посмотрим. Какой мог бы быть финал. Например. Давайте сперва. Вот. Король Е8. Ферзь Е6 в шах. Король Ф8. Слона 6 в мат. Но это не самая упорная. Самая упорная. Король Ж8. Вот тут на Ферзь Е6 сыграть король Ж8. Тогда взяли. Еще взяли с шахом. Материальная равенство на доске. Но чудовищная атака. У белых. Король Ф7. Шах. И. Слона 6. Идет мат. На Ж7. Защиты нет. Вот потому черные сдались. И на этом все. Всем пока.